Здравствуйте всем! Вот и первый долгожданный эфир в новом 2019 году. Это Добров в эфире, ну или Зло в эфире. Новости с точки зрения ебанутых расшистов. Итак, мы начинаем. Сегодня у нас в программе взрыв в торговом центре, четверо убитых и молчание силовиков-боевиков. Успешная работа контрразведки ФСБ задержала гражданина США по подозрению в шпигунстве. Стендап-комик Владимир Зеленский объявил об участии в выборах президента Украины. Почему за него не надо голосовать? Избившему учительницу в Сызране подростку может грозить колония. Только что мы вышли с новогодних каникул и сразу же избиение в самой обычной школе, самой обычной учительнице. Путин сменил посла России в Центрально-Африканской республике. Почему? Узнаете, досмотрев программу до конца. Итак, пять тем сегодня. Начнем с первой. Пока мы все отдыхали на праздники, пока гуляли, еле пили, веселились. Путинский чекистский режим. Правда, не по своей воле, наверное. Ну, мне так хочется думать. Я надеюсь, забрал людей на тот свет. На сей раз в Магнитогорске. Итак, 30 декабря 2018 года мужчина, кавказской, прощение, азиатской внешности, снимает квартиру на третьем этаже подъезда номер 7 в доме на улице Карла Маркса 164. 31 декабря в 6 часов 08 минут гремит взрыв. Причем было установлено, что взрыв погремел именно в квартире, в которой за сутки до трагедии снял этот самый мужчина. Внимание, азиатской внешности, который, скорее всего, прибыл из Казахстана или транзитом через Казахстан из Узбекистана. Почему? Ну, я просто сопоставил карту Магнитогорск из карты мира. И что я вижу? Рядом с Магнитогорском не просто абстрактный какой-то Казахстан, какую-то соседнюю республику, а члена таможенного союза, по которому граница России с Казахстаном, открыта. Граница с Россией с Казахстаном протекает как раз-таки на границе Казахстана с Узбекистаном. То есть, люди могут свободно перемещаться благодаря таможенному союзу из Казахстана в Россию, чем и воспользовался террорист. Идем дальше. Жители соседнего дома, силовики эвакуируют, в принципе, правильно делают. И тут самое интересное. Местные магнитогорские силовики говорят людям полную правду. Они говорят вот что. Мы вас выводим из-за ваших квартир, ну, эвакуируем. Из-за угрозы, внимание, не просто взрыва дома, а из-за угрозы взрыва бомбы в доме бомбы. Говорят, внимание, магнитогорские силовики, то есть, магнитогорский городел ФСБ и МЧС. Но, к сожалению, подъезд номер 7, который вы видите на экране, на проспекте Карла Маркса, или на улице Карла Маркса, 164, эвакуировать не удалось. Тем временем, силовики смотрят запись камер расположенных около дома 164 и замечают еще одного казаха, выходившего утром, ну, скорее всего, узбека, но, может быть, и казаха. Короче, человек азиатской внешности, выходившего утром 31 декабря из этого дома, из этого разрушенного подъезда, без вещей. Скорее всего, в 6 утра, то есть, за 8 минут до взрыва подъезда. Параллельно местные чекисты проверяют, а, может быть, им уже в тот момент помогают из Москвы, не знаю. Так вот, местные чекисты проверяют объект с массовым прибиванием людей. Торговые центры, рынки, площади и т.д. и т.п. И вот, в торговом центре континент видят, что бомж ходит по всему торговому центру и осматривает урны. В одну из них бомж протягивает руку и находит взрывное устройство, подсоединенное к обычному телефону. Бомжа задерживают и находят у него взрывное устройство в торговом центре континент, который он подобрал в этом самом торговом центре. Это устройство оказывается, как я уже сказал, сотовым телефоном с блютуз-проводом, который подключен к тротиловой шашке. Для тех, кто не знает, сейчас я вам покажу. Вот, вот блютуз-провод. Вот этот самый провод можно подключить к взрывчатке, а другой конец можно подключить к сотовому телефону. Вот так вот. Так вот. Этого самого бомжа задерживают. Но перед тем, как задержать, бомж хотел просто стылить телефон и отсоединил вот этот блютуз-провод, который я вам показал, от взрывчатки. И таким образом обезвредил бомбу. И как только бомж в торговом центре обезвредил бомбу, его арестовали в ФСБ. То есть, таким образом бомж хотел своровать телефон, но обезвредил бомбу и заслужил медаль контртеррористического комитета России по сотовому телефону, который бомж отсоединил от взрывчатки, хотя это работа чекистов. Так вот, который по сотовому телефону, который использовался в качестве детонатора, определяет сообщников казахов или узбеков террористов. И начинается спецоперация. Чекисты выходят на частную белую газель, припаркованную около торгового центра континент. В ней трое мужчин начинают открывать огонь под чекистом, который подняли по тревоге из-за праздничных столов. А чекисты берут и расстреливают газель из пистолетов с двух сторон. Главная цель именно задержка террористов, а не их ликвидация должна быть. Ведь мертвый террорист тебе ничего не расскажет, от него не будет проку. Однако пули, то есть, внимание, чекисты стреляли не для того, чтобы уничтожить террористов, а чтобы их задержать. Но пули чекистов попадают во взрывчатку в салоне газеля, в маршрутке. И газель взрывается. Трое казахов, узбеков, террористов были убиты. А четвертый скрылся в Казахстане или в Узбекистане. Я не знаю точно, но я жопой чую, что, скорее всего, либо в Казахстане, либо в Узбекистане. Просто посмотрите на карту Магнитогорска. Откуда террористу еще приехать туда? И тут, как тут, к местному месту чрезвычайного происшествия, к взорванному подъезду, приезжает сам, сам Владимир Владимирович и проводит совещание. И вот тут как раз и начинаются странности. Во-первых, Путин бы не приехал в Магнитогоск просто так. Должно бы случиться что-то такое из ряда вон выходящих. Кстати говоря, например, террористический акт, а не просто взрыв бытового газа. Почему? Потому что где-то еще в шахтах, в поселке шахты тоже был взорван газ. Но туда Путин не приехал. А в Магнитогорск приехал, а? Значит, был не просто взрыв бытового газа. Для Путина взрывы домов имеют сакральный смысл власти. Ведь с такого рода терактов начался его правление России в 1999 году. И если вы сопоставите взрывы домов в 1999 году и взрыв в Магнитогорске, вы не найдете 10 отличий. То есть, очень похожие разрушения. Понятно, к чему я клоню. Так вот, у 3 января, получается, спустя 3 дня после теракта, всей стране на голубом глазу говорят, что это взрыв газа в подъезде номер 7 по Карла Макса. А в Газели тоже взорвался газ. Тоже в этот же день, недалеко от дома, где обрушился подъезд. Совпадение, как говорит старший товарищ пропагандон Киселев, совпадение, не думаю. Спокойно, мол, граждане, никакого теракта тут нет. Обычный взрыв обычного бытового газа. Тут же тролли господина Пригожина начинают разъяснять всем, что те, кто говорит, как я, что это не взрыв газа, а террористический акт в Магнитогорске, это фашисты и бандеровцы, украинцы. Да, теперь новая парадигма. Неважно, ты русский, ты родился в России, ты живешь в России. Но если ты не согласен с действующей властью, тебя называют украинцем. В России полная шиза. Это, оказывается, украинцы взорвали газ в подъезде. Так пишут ролик господина Пригожина на ютубе, между прочим. Так вот, ложь со стороны властей, в принципе, допустима. Но лишь тогда, когда ведется оперативно-следственная работа. Она на 3 января уже закончилась тем, что трое террористов были ликвидированы той самой злопоучной маршрутки. И тогда, когда заканчивается оперативно-следственная работа, власти должны сказать людям правду. Но не говорят. Потому что Путин сами знаете кто. Если в более мягких формулировочках говорить, лышец. От граждан Российской Федерации сознательно скрывают все промахи чекистов. Несмотря на то, что они ликвидировали террористов. Кстати, при помощи бомжа. А вот если бы бомж там не был бы, то торговый центр вертикаль взлетел бы на воздух. И жертв был бы еще больше. Спасибо бомжам России, что предотвратили теракт. И этому бомжу в частности. Нет, это Россия. То есть бомжи работают лучше ФСБ. Граждан Российской Федерации сознательно скрывают все промахи чекистов. Ведь сколько они там не спасли людей и не убили террористов, подъезд номер 7 разрушен. И погибли люди, не террористы, а обычные граждане Российской Федерации, которые платили налоги, в том числе и на безопасность. А их кокнули. Почему скрывают подлинную причину трагедии в Магнитогорске? Ответ очень простой. Дело в том, что силовики знают, как Путин жестко спрашивает, когда они профукивают теракт. И сами силовики, возможно, доложили наверх, что это взрыв бытового газа. Ведь в таком случае... Если это взрыв бытового газа в подъезде, спрос за это не с антитеррора ФСБ, а с МЧС. То есть, таким образом, ФСБшники просто перевели стрелки на МЧС и на Горгас МЧС. Так, что у нас там дальше? Сами силовики не ожидали, что они выйдут за праздничных столов на боевую тревогу, на антитеррористическую операцию в самый момент, между прочим, приезда Путина в Магнитогорск. То есть, террористы смогли... То есть, террористы были в зоне достигаемости, внимание, президента Российской Федерации. Ох, как жаль, что его не кокнули. То есть, сказав, что взорвался газ, ФСБ подставило президента под зону достигаемости террористов. Но в том-то визе и клинкор заключается в том, что все равно при такой версии виноваты не ФСБ, а МЧС. Так что лучше о том, чтобы был теракт в Магнитогорске, помалкивать. Но мы молчать не будем. Но самая интересная причина молчания силовиков о том, что это был теракт, заключается в другом. Это казахско-узбекский след. Зачем Казахстану проводить террористический акт? Или, так скажем, на территории России, или, так скажем, способствовать его проведению. Ведь если моя версия правдивая, что террорист приехал либо из Казахстана, либо транзитом через Казахстан из Узбекистана, то выходит, что казахские спецслужбы есть, такие есть, такие не могли не знать это, но пропустили через границу с Россией данных террористов. Зачем нужно было это казахам и казахским спецслужбам? Ответ. Показать России, что Казахстан способен на все, в том числе на взрывы домов в России, если у Казахстана оттяпают северные территории. Я напоминаю, что там много русско... То есть большое число граждан Казахстана на севере это русскоговорящие, русскодумающие люди. И сейчас Путин жестко прижимает Беларусь. Он, Путин, грозит Лукашенко поглощением, войсками, но когда с Беларуси тема будет закрыта, куда его в северниче око приместиться? Ответ правильно. На Казахстан. Зачем нужно Путину поглощать территории у соседов или дербанить территорию соседов? Ответ прост. Денег, как вы знаете, нет. Вы, как вы знаете, держитесь. Как вы знаете, пенсионная реформа, увеличение НДС, рейтинг президента падает. Надо чем-то подымать. А чем подымать? Лозунгом Крым наш. Но Крым наш уже проехали. Значит, Беларусь наш, а потом северные территории Казахстана наш. И постоянно Путин, руководству Казахстана намекает, а давайте-ка северные территории будут таки не ваши. И казахам надоело это терпеть. Они либо пропустили узбекских террористов через свою территорию, либо сами подготовили теракт. Это, что называется, демонстрация силы казахских спецслужб. И понятно, почему не сообщается гражданам России, что это был теракт. Не только потому, что чекисты профукали теракт, а о плохом в наших СМИ не сообщаются. А это же рушит шаблон, рушит пропагандистскую цепь, что Казахстан наш союзник, наш лидер, наш стратегический партнер. Оказывается, нет. Оказывается, Казахстан может быть причастен к взрыву домов в Магнитогорске. Это первый момент. А второй момент, даже если вина Казахстана минимальна, она абсолютно ничтожна, что что выходит? Благодаря таможенному союзу, который создал Путин Владимир Владимирович, террористы смогли свободно проникнуть через русско-казахстанскую границу, приехать в Магнитогорск и взорвать жилой дом. Благодаря таможенному союзу. Так после такого любая страна просто побежит из таможенного союза в Евросоюз, между прочим, или в случае в Казахстане в какой-нибудь союз с Китаем. Вот поэтому-то и не сообщают, поскольку создание таможенного союза привело к взрыву в Магнитогорске. Ну а скептикам, которые думают, что это газ, а не бомба, я могу сказать, что все специалисты всех газовых служб говорят одно и то же. При взрыве дома страдает лишь этаж, как было в поселке шахты. Но никак не обрушивается сам подъезд. Это раз. Два. Разрушенный подъезд дома в Магнитогорске. Ну да, я уже сказал. По форме напоминают разрушенные дома террористами в Москве в 1999 году. Один в один. Точь-в-точь. И третье. На месте взрыва, внимание, первыми оказалась не МЧС, непожарная служба, а ФСБ, которая потом допрашивала, опрашивала очевидцев, соседей, тех, кто спасся, в своей ФСБшной газели. Вопрос. А что делать там чекистам, когда, если это все-таки взрыв бытового газа? Это зона ответственности МЧС. А? Вот то-то. И, кстати говоря, издание знаком, связалось с сотрудниками ФСБ в Магнитогорске, а те им сказали, что в Магнитогорске как раз-таки произошла антитеррористическая операция. Вопрос. А почему она произошла? То есть, чтобы она происходила, нужна веская причина. Как раз под эту вескую причину попадает взрыв дома. Понятно, что не от бытового газа, если речь идет об антитеррористической операции. Вот такие вот нюансы. А вы и дальше, рашисты, думаете, что это все-таки взрыв бытового газа? Ну, и между прочим, когда вы все видели, ну, наверное, вы видели взрыв маршрутки, да, когда стреляют. Во-первых, на видео четко слышны все-таки выстрелы из пистолетов. Те, кто много стреляют в тире, на стрельбе, в компьютерных играх, умеют различить звук выстрела из пистолета от, например, взорвавшейся петарды. Эти звуки похожи. Но все-таки, все-таки есть различия. Это первый момент. И второй момент, отчетливо на видео, где взорвалась газель, слышны выстрелы из пистолета Макарова. А пистолетом Макарова вооружены только армия, ментовка и ПСБ. Бинго, бинго! Я надеюсь, привел веские доводы, что был совершен террористический акт в Магнитогорске. А за свою безопасность, точнее, за необеспечение своей безопасности, вы должны, граждане России, жестко спросить. Как с местных властей, так и с властей федеральных. То есть, с этого Путина, который в Магнитогорске очередной раз мутен. Который скрыл причины теракта. Ну, или даже ему доложили, что это не теракт. Так. Воскресенье. Мы продолжаем тему, связанную с ФСБ. Да. Успешная работа контрразведки. ФСБ задержала гражданина США по подозрению в шпионаже. Им оказался некто Пол Уиллан, который приехал на свадьбу к другу. Да, теперь у нас все шпионы США приезжают в Россию только и исключительно на свадьбу. Никогда на похороны. Гражданина США задержали сразу после пресс-конференции Путина. И он сказал, что российские власти не будут руководствоваться принципом око за око, зуб за зуб. И не будут хватать граждан США на улице, дабы обвинять на нашу шпигунью, шпионку, Марию Бутину. И что бы вы думали? На следующей неделе, после слов Путина о том, что не будут хватать гражданин США на улице, Прямо на улице ФСБ хватает гражданина США и находит у него флешку, на которой якобы записаны секретные данные. Причем они настолько секретные, что их нет на флешке, ну то есть в кавычках записаны тайным невидимым кодом Центрального разведывательного управления. И вот флешка становится главным доказательством вины Пола Уйлана в шпионаже, в шпионской деятельности на ЦРУ. Вот, правда ФСБ не знает, что именно, что контрразведка враждебных стран не брала агентов ЦРУ с поличным. В ЦРУ давно и с успехом уже все сверхсекретные данные из других стран передаются в Ленгли через Wi-Fi, через замаскированный интернет-трафик, а не через флешку, ибо флешка это уже вчерашний день. Для того, чтобы как раз ничего не предъявлять подграничникам и вообще экономить на авиаперелетах туда-сюда. Да, лет 10 назад я бы еще поверил в ФСБ, но сейчас век 5G интернета в смартфонах. Любую сверхсекретную информацию можно передать через сеть интернет. Если вы беспокоитесь о сохранности таких сведений, то вы можете передать не просто через абстрактный интернет, а через сеть VPN. Через мессенджеры, а не через флешки. И как раз такую тактику использует ЦРУ, чтобы контрразведка ЦРУ, сотрудников ЦРУ не поймала с поличным. ФСБ об этом не знает. Так вот, полувыгодно не назовешь человеком, как бы сказать, моральным героем нации. То есть он действительно авантюрист, любит выпить, любит ходить по бабам. Раз приехал на свадьбу, не на свою, разумеется. Но назвать его профессиональным шпионом, это все равно, что блогера назвать режиссером. А меня балериной. Почему? Ну да потому, что он работал в частной охранной компании. И он приехал в страну, где по статистике больше всех мужчин работают именно в охранных компаниях. Потому что в России любят все коммунизить и нужны охранники. Ну, окей, казалось бы, это сверхудачная легенда сотрудника ЦРУ. Тогда его можно прямо на свадьбе схватить. Как раз. А может быть, как раз и не на улице схватили, а как раз на свадьбе. Если это хорошая работа констрразведки, то я не просто балерина, а прима Большого театра. Задержание по Уиллана, по стилистике, напоминает задержание румынской шпионки Карина Цуркан. А румынская разведка это покруче Массада, конечно же. Которая не понравилась Биллеру, председателю Газпрома. Почему? Потому что она там работала в Газпроме. И Туркан просто Миллеру не понравилось. Тот взял, набрал номер Лубянки и арестовал ее. Так вот. Карину Туркан задержали как раз по подожжению в шпионаже. Или, например, задержание Пола Уиллана напоминает задержание сотрудника Ницинмаш, который посмел, посмел общаться по интернету не с высокодуховными нашими учеными, а с лучшими учеными планеты. Забавно, конечно, когда ФСБ охотилось на гостя на свадьбе. В этот самый момент они профукивали теракт в Магнитогорске. Именно потому, что им надо было задержать абсолютно любого гражданина США, который был бы, скажем так, не очень порядочным человеком, но не шпионом, не надо путать это одно с другим, а такой не очень порядочным человеком, человеком-антиристом, который бы на камеру «Раша Тудэй», «Россия-24» сказал без особых пыток фразу «I am yes, американский шпигун». «I am people from Russia». «Russia is very big country». И как только ФСБ нашли какого-то, скажем так, подставного человека, задержали его и требовали от США обмена на Марию Бутину, то есть когда все силы чекистов были брошены на этого «американского» в кавычках «шпиона», в этот самый момент гремит взрыв в Магнитогорске. Это вот хорошая, успешная работа контрразведки, в кавычках, естественно. Правильно тут сделали, что написали, что это в кавычках. Но, судя по всему, обменять вот этого пола Уиллана на Марию Бутину или, скажем, на нашего пилота Ярошенко не получилось, потому что американские власти поняли, что Россия ведет себя как Палестина, как Хамас, как запрещенное террористическое государство, хватает заложников на улице и требует обмена. А с террористами любое нормальное государство не ведет переговоры. Вот и сами думаете, кто нормальное государство, а кто давно уже ебнулось откровенно, говоря, в своей самой большой территории в мире. Престиж Родина благодаря этой успешной работе в контрразведке упал ниже любого Плинтуса. Идем дальше. Да. Стендап-комик Владимир Зеленский. Я все просто время посмотрел. Стендап-комик Владимир Зеленский. Сейчас, минуточку. Так вот. Стендап-комик. Ой, то есть комик. Ну, короче, комик-комик Владимир. Гомик-комик, наверное, да. Владимир Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины 2019 года. И в рейтингах украинских политиков он сразу с бухты-барахты поднялся на второе место. Вот так вот. Один из самых удачных стартапов в Украине за последние года. Ну, у меня не бизнес-программа, а политическая. И давайте-ка разберемся, почему не стоит голосовать Зеленского на Украине, если он вдруг гражданин Украины. Ну, то, что он пешка Коломойского, это знают все. Но немногие знают, что перед официальным выдвижением Зеленского Беня Коломойский в Израиле встречался с Романом Аркадьевичем Абрамовичем. Человеком, который был не просто губернатор Чукотки, который не просто владел футбольным клубом в Челси, а лично спонсировал безвозмездно, то есть даром, первую избирательную кампанию Владимира Путина на пост президента России в 2000 году. Совпадение? Не думаю. Ясное дело, что Беня и Рома разговаривали, мягко говоря, не о своем бизнесе. То есть через Беню и Аркадьевича российские и украинские элиты договаривались о финансировании компании Зеленского. России Зеленский нужен, чтобы подстраховаться и не класть все яйца в Юлину корзину. На случай, если Петенька уберет Юлинку. Ну а украинской элите, точнее ее части, вопреки тому, что идет русско-украинская война на Донбассе, нужен российский рынок сбыта товаров. Ибо Евросоюз, куда вступает и частично уже вступила Украина, там жесткие квоты на продукцию, на всю продукцию, сделанную на украинских заводах и фабриках. А в то время, несмотря на то, что идет война на Донбассе, квоты на украинскую продукцию в России нет. Нет. Да, есть повышенные таможенные ставки. Это да. Но квот не есть. Но квот нет. То есть, территорию Украины на территорию России вези любой товар. Да, он тебе обойдется дороже, чем раньше. Но все-таки ты можешь везти этот товар объемом, которым хочешь. 10 тонн, 20 тонн, 30 тонн и т.д. и т.п. В то время, как в Евросоюзе существуют жесткие квоты. И таким образом, украинским продажным олигархам, таким как Коломойский, таким как Ренат Ахметов, нужен российский рынок сбыта. И получается, парадокс, благодаря неудачным законам Евросоюза, несмотря на очень и очень квантовую, то есть микроскопическую экономику России, торговать с ней более выгодно, чем с Евросоюзом в Украине. Почему? Потому что, спросите у этих самых европейских парламентариев, почему до сих пор существуют квоты продукции, которые делают сами члены Евросоюза. Таких квот быть не должно. Если вы лучше решили жить в едином государстве, то должно быть так. Неважно, сколько я, к примеру, произвел продукции в Португалии, я имею право, например, перевести всю продукцию, которую я произвел в Грецию. И столько продукции, сколько я сочту нужно. А не так там, чьим-то квотом соответствуюсь. Но тупость Евросоюза играет на руку России. И вот всплывает эта промирительная кандидатура Зеленский, который против войны с Россией, который за мир, ну, то есть за то, чтобы Россия платила всю Украину не только военными действиями. Любопытно, что сегодня он против войны, а вчера ездил к позициям в СССР в АТО, ныне операции объединенных сил, тогда, когда еще не получал финансов от Кремля. Это доказывает степень продажности господина Зеленского, у которого нет никакой политической программы. Простой вопрос, а куда вкладывать налоги, громадян ставит господина Зеленского в тупик. У Юли какой-никакой, но опыт в правительстве и есть четкая программа, по которой сначала решается вопрос о нормандском формате и о включении в нормандский формат Соединенных Штатов Америки. Нравится кому-то или нет, но это все-таки четкая программа, в отличие от клоуна Зеленского. Юлия Владимировна, человек, который сделал себя сам, а не при помощи денег украеврейской полукровки Бени Коломойского, который пошел на сговор с расшистами и с теми, кто спонсирует расшистов на Донбассе. Зеленский 100% кандидат Кремля. Он бывший КВНчик, а как известно, бывших КВНчиков не бывает. А кто у нас большой любитель КВН сейчас? Ответ. Путин и Шойгу. Шойгу даже на финале КВН 15 декабря присутствовал прошлого года. А Путин постоянно присутствует на играх КВН. И тут выдвигается в Украине бывший КВНчик-президент. Ну, сопоставьте одно с другим, да? И выходит, что Зеленский кандидат Кремля. После этого говорить о том, что Зеленский независимый кандидат, это все равно, что говорит на российском канале РНТВ, что земля плоская перед учеными Академии наук. Ну, и, кстати говоря, РНТВ выходил в свое время в шоу Зеленского, между прочим. Да, на российском телеканале я, как сейчас помню, в 2016 году выходил 95-й квартал Зеленского. РНТВ он назывался вечерний квартал. Возникает при выдвижении Зеленского аллюзия на выборы в США 2016 года, где победил шоумен Трамп. Но там-то не было выбора в основном. Либо клон Трамп, либо омерзительно мадам Клинтон, которая просила в свое время измену мужу, которая пойдет на любые предательства, дабы остаться при власти или при властных кругах. Включая в 2016 году, что она против произвола мужчин, но прощая, как раз таки измену Билла Клинтона, чтобы оставаться у власти. Да, Трамп шоумен, но все-таки успел до своей знаменитой программы, где он говорил, что уволен, успел построить за свою жизнь немало домов, в отличие от Клинтона, хотя бы свой зн... и от Зеленского, хотя бы свой знаменитый Трамп Тауэр. Здесь, в Украине, все как раз таки наоборот. У женщины, у Юлии опыт, и она сама себя сделала, лавируя между олигархами, а у Зеленского только опыт успешного шоу 95-й квартал, и который у него как бы успешно построенный только 95-й квартал от всей Украины. Украины. У Трампа много домов, которые построены, он построил как в США, так и в других странах. Он настраивал целые кварталы, а у Зеленского только один 95-й квартал, и то метафизический, а не реальный. Ну, и крайний аргумент, что Зеленский кандидат Кремля, и то, что он обратился, то, что он обратился раньше с новогодним поздравлением, чем президент Украины Порошенко, который еще пока действовал. Если бы Зеленский был бы реально независимый от Кремля кандидат, то тогда бы Петро его нахрен бы прикрыл ротик за такую вольность, как это он сделал шустру. Но Порошенко не может прикрыть рот Зеленскому. Почему это? Потому что за Зеленским стоит самая могучная сила в Украине. Это вовсе не Запад, это вовсе не Евросоюз и не США и не НАТО. Это Россия и это данность при участии, скажем так, некоторых евреев из Израиля. Избившему учительницу в Сызрани подростку может грозить колония. Чудовичный случай произошел в Сызрани в школе номер 27 10 января. Получилась драка, в результате которой учительница физкультуры получила черепно-мозговую травму и оказалась в больнице. Что же будем разбираться в ситуации? Конфликт произошел прямо на уроке. К девятиклассникам пришел восьмиклассник, который ранее поссорился с одним из девятиклассников. Девятиклассника увезли на скорой, как и учительницу физкультуры, которая вмешалась в драку. Учительница 22 года. Женщина хотела защитить своего ученика. Восьмикласснику это не понравилось и мальчик ударил ее по голове. В это время остальные девятиклассники играли в волейбол на уроке физкультуры. К конфликту присоединились двое друзей избитого девятиклассника и вместе они начали мутурить восьмиклассника и урок таким образом был сорван. В результате чего? В результате массовой драки. Делом занялось глав МВД по Самарской области. Они проводят проверку этой самой злопоустой школы. У меня сразу же возник ряд неудобных вопросов как к руководству школы, так и к руководству руководству школы, то есть к министерству и департаменту образования всех уровней. Пут первый. Учительница героя заступила за своего ученика и все бы ничего. Но есть одна мыслишка. Она учительница физической культуры. Физической культуры. Она должна своим примером показывать какая она сильная. Почему? Потому что ее спросят ее же ученики. Почему? Потому что а вдруг ее ученики спросят и она должна ответить почему она должна быть сильной эта учительница. То есть должна быть короче вдруг ее спросят ученики а почему надо выполнять те или иные упражнения на физкультуре которые вы нам задаете и за не выполнение которые вы ставите нам двойки в журнале. и она должна ответить потому что я тоже выполняла эти самые упражнения и я стала сильной что могу раз могу любую драку разнять. А тут выходит как раз таки наоборот учительница физической культуры физической культуры не смог вернее так в результате в результате того чтобы она влезла в разборки она получила черепно-мозговую травму и это не ее вина что она получила черепно-мозговую травму а это вина то что ее неправильно готовили почему потому что учитель физической еще раз физической культуры не смогла разнять драку младших по возрасту и вот как раз таки когда ученики нападают на учителей когда происходят какие-то ЧП в школах ученики чувствуют фальш в глазах учителя потому что и сам учитель зачастую не знает ничего например о физической культуре почему потому что если она влезла в драку если бы ее готовили ну скажем как готовили бы например какого нибудь спортсмена UFC шника то тогда бы она не получила черепно-мозговую травму да от физического контакта с людьми то есть учитель физкультуры пострадала от физического контакта с людьми просите она герой я не спорю но она плохо готовит своих учеников к реалиям жизни просто потому что она сама не знает как когда ты лезешь в драку защитить все самые уязвимые места ну и она учит детей еще раз говорю это не ее вина это вина ее уровня подготовки в советское время учителей например учителя русского языка готовили не больше не меньше ни к школе ни к детям а к атомной войне учителя когда учился в школе нам наперебой рассказывали как они бегали в противогазах казалось бы причем тут бегание в противогазах и обучение русскому языку и литературе но это говорит об уровне подготовки в советское время сейчас уровень подготовки сами знаете какой и ученики чувствуют фальшь фальшь в глазах учителя с одной стороны и с другой стороны над школой сейчас ставятся эксперименты с одной стороны вводят ненужные на уровне школы предметы такие как религиоведение и отменяя нужные предметы в старших классах такие как труд если чиновникам кажется что уроки труда это не современно и не попадает под стандарты егэшного образования ну окей пусть дети занимаются не распелкой бруска а сборкой разборкой айфонов например скажите это сложно ну так вы министерстве образования или как она сейчас называется министерство посвящения на то и есть чтобы все самые сложные но нужные реалии жизни адаптировать подшкольные программы а вы нихера этого не делайте или вы неэффективно это делаете это как бы есть еще одна сторона данного конфликта уже возникает непосредственно вопрос к директору школы номер 27 господину Белецкому Игорю Ивановичу как так получилось что ученик восьмого класса который сбил учительницу физры а перед этим начал подтасовку с учениками девятого класса присутствовал на уроке девятого класса то есть восьмиклассник присутствовал на уроке девятого класса нормально вообще это дисциплина в школе а на ну Белецкий строгий выговор тебе то есть кстати видно что ученик восьмого класса прогуливал урок своего класса и что это у вас за странные уроки девятых и восьмых классов такие происходят в школе вместе как так получается что ваша школа на основании рейтингов и отзывов в Яндекс картах имеют из пяти баллов единицу которую ей поставили внимание в мае 2018 года то есть рейтинг максимально объективный они сейчас поставили и по отзывам школа господина Белецкого школа номер 27 является одной из худших школ Сызрани при вашем мудром руководстве почему ваша героическая без кавычек учительница Физры просит полицейский глав Самарской области прекратить проверку вашей школы значит вам либо вашим подопечным учителям и заучим есть что скрывать от правосудия Самарской области и я прошу детственный комитет Самарской области главка МВД несмотря на то что учительница просила как бы отвергнуть просьбу героической учительности и провести полную тотальную проверку школы номер 27 Сызрани с целью выяснить все обстоятельства данного ЧП и все промахи как со стороны учителей школы так со стороны заучей и директора и их руководителей конечно же отдельно выпутывался губернатор Самарской области это очкастая мразь Дмитрий Азаров который любит втирать пыль в глаза президента о том какой великий научный потенциал в Самаре настолько великий потенциал что 10 лет не могут вот сейчас только смонтировали не могут нормально установить новое колесо обозрения в парке вот он уровень России 10 лет не могут смонтировать и чтобы оно нормально стояло колесо обозрения в парке вот что Азаров написал в Твиттере каждый самарский учитель должен быть защищен он бы этого не написал если бы новость о Сызанской школе номер 27 не достигла бы федеральных СМИ Дмитрий Азаров очкастый конъюнктурщик не больше не меньше вот и все защитники защитник учителей мне нашелся где он был когда около школ Самары грабили как учителей так и учеников которые возвращались домой после второй смены когда уже темно на улицах ах да он был мэром города и он не писал в своем Твиттере о том что каждый учитель должен быть еще а сейчас пишет конъюнктурщик балабольщик и я кстати говоря был против предыдущего губернатора Меркуршкина но сейчас я задним умом к сожалению задним умом осознаю что Меркуршкин был получше от Олева и там многие претензии к нему возникли из-за того что он все деньги тратил на подготовку Самарской области к чемпионату мира он забирал деньги за что он покорился он забирал деньги от пенсионеров лишал его льгот и направлял деньги ну понятно что часть денег в свои карманы естественно но все таки часть деньги на дороге магистрали то есть если выбирать между очкастым конъюнктурщиком который любит бла 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 говорите чьи методы и действия неэффективны и между Меркуршкиным который все таки знал толк в управлении более или менее то я выбираю Меркуршкина хотя да признаю что с тем что он вел лимит для пенсионеров на общественном транспорте по которым пенсионер Самарской области имел право прокатиться на общественном транспорте только 50 раз в месяц это была его капитальная ошибка но видны результаты деятельности Меркуршкина например реформа самоуправления районов а реформы господина Азарова не видны и что не нравилось про Меркуршкина да 50 поездок но транспорт ходил хорошо вот транспорт ходил да пенсионеры были понижены в общественном транспорте в правах но но таки сам транспорт ходил а сейчас катайся не хочу в общественном транспорте но дождись его дождись на нескольких маршрутах работает только один автобус и не на очень коротких ну а что касается Сызрани то надо конечно проверять школу со всей школы надо проверять в общем жестко и требовательно Путин сменил посла России в Центрально-Африканские республики о да мы не урожаемся за час времени ну что поделать так вот Путин сменил посла в Центрально-Африканской республике новым послом в Царх стал Владимир Титуренко он сменил на этом полосу Сергея Лобанова причем с очень жесткой для дипломатов формировкой в связи с неисполнением своих служебных обязанностей в полном мере причина пристановки в дипкорпусе России не уточняется однако ясно что в Кремле нашли козла отпущения в деле гибели российских журналистов Царх Путин возложил вину как раз на господина Лобанова причем вовсе не за то что Лобанов не уберег группу охрана Джамаля от смерти а за то что вообще группа журналистов из России нелояльных Путину приехала в отчину господина Пригожина то есть в Царь на журналистское сафари чтобы раскопать что-то такое сенсационное про Пригожина и про около президентских круги и в результате их деятельности пришлось прибегнуть к самой жесткой мере ну исключая другого варианта например господин Лобанов мог подкинуть наркотовую машину Джамаля и вызвать полицию тогда бы группа Джамаля сидели бы в центрально-африканской тюрьме но не было бы кромкого наглого вооруженного убийства со стороны российских властей российских кстати журналистов которые Лобанов еще так же почему его сняли разрешил журналистам беспрепятственно съездить по ЦАР и расследовать преступления путинского режима там ну и за это их пришлось ликвидировать из-за того что пришлось убить журналистов Россия из-за того что это стало громким делом расследование против господина Пригожина стало делом чести любого журналиста России то есть люди из ЧОК Вагнер хотели как лучше они хотели прикрыть свои следы там ЦАР и поэтому грохнули журналистов а мыши наоборот они грохнули журналистов и это получилось еще громче чем если бы журналисты что-то раскопали на деятельность ЧВК Вагнер в Центрально-Африканской республике и в этой логике Кремля как раз таки виноват экс-посол Царь Лобанов последнее терпение у Кремля лопнуло тогда когда Юлия Латынина в своей эксклюзивной программе Код Доступа на Эхо Москве называла прямого убийцу группы Джамаля в Африке это некто Александр Сотов который подчиняется Валерию Захарову который работает в Центрально-Африканской республике официально как советник нашего посольства по обеспечению безопасности то есть подчинялся как раз таки именно Лобанову который сняли с должности а Валерий Захаров да это Александр Сотов который убил журналистов это сотрудник ЧВК Вагнер его неоднократно видели в Сирии в Африке в Судане с пригожным в обнимку и т.д. вот за что его уволили реально то есть сняли с должности в Царь благодаря Лобанову за что его сняли с должности журналистам тем кто не желает быть пропагандонами удалось вскрыть всю преступную сеть путинского режима в ЦАР от убийцы Архана Джамаля и его группы Александра Сотова до его начальника непосредственного Валерия Захарова который снабжал оружием ЧВК Вагнер в ЦАР от проводника Мартина который вез убитых журналистов по Центрально-Африканской республике он же Бен Винюд он же Флорен Верния между прочим этнический не африканец а француз проживающий в ЦАР до Кирилла Романовского который занимался который занимался заманиванием группы Джамаля в Центрально-Африканскую республику он сотрудник Федерального агентства новостей который принадлежит господину Пригожину и скорее всего путинский чекист и когда вот будут спрашивать а кто убил российских журналистов в ЦАР и летом 2018 года благодаря неумелым действиям послала Банова будет ясный ответ Кирилл Романовский который уговорил людей поехать в Центрально-Африканскую республику этот самый Мартин он же Верния который уже в ЦАР заманивал группу Арханна Джамаля в ловушку бегая по позитиям жонтармов и умоляя не тормозить группу российских журналистов тем чтобы охота на журналистов не сорвалась Александр Свотов профессиональный киллер снайпер ЧВК Вагнер который стрелял из калаша с прицелом в упор по журналистам и его покровитель Валерий Захаров эта цепочка выяснилась благодаря пилингу и прослушке посла Лобанова в ЦАР агент прослушивалась переговоры в посольстве России в Центрально-Африканской республике я вам не расскажу догадайтесь сами есть неприметное здание в Алленглии штат Вирджиния и благодаря послу Лобанову как я уже сказал скрылась вот эта вот сеть убийц Архана Джамаля и других журналистов которые поехали с ним в ЦАР вот она чекистская преступная Россия где убивают расстреливают своих не только в Российской Федерации а где угодно в мире нелояльных и даже лояльных когда это выгодно Путину людей не ходите журналисты в Африку куляют будут вас путинские чекисты убивать и не только в Африке но и в России вот такие вот новости за эту неделю и за новогодние каникулы на этом все спасибо за внимание спасибо всем кто слушал меня до конца увидимся вам не хворать не болеть гриб свирепствует в юга идет но мы надеемся с вами выигрываем все испытания этой самой путинско-чекистской власти пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok